всем привет на моем канале вязание сегодня у нас на очереди болтал когда вчера у нас был обзор пряжи до этого у нас был урок и если так чередовать контента чтобы всем было хорошо то сегодня очередь болталки то есть разговорного видео поэтому берите вязание ручки брить кимитом вкусные теплые напитки да у нас сейчас очень похолодало я сижу в двух носках шерстьяном кардигане и не могу сказать что мне прям очень жарко я бы наверное что-нибудь еще напялила но тогда уже конечно будет комфортно значит сегодня буду отвечать на ваши вопросы которые вы мне буквально в течение последних двух часов задаете в инстаграм и давайте сначала расскажу да что вижу что буду вязать в кадре это желе удлиненный для моей свекрови значит она у меня его попросила создать еще по моему в мае но и вот только сейчас я приступила к работе это у меня никто не подгоняет но уже как бы хочется мне с этим покончить да и вот сейчас я вижу спинку мне осталось совсем немножко довязать до трое буквально пять сантиметров ну не думаю что я прямо за видео успею связать эти пять сантиметров потому что обычно я очень много жестикулирую так буду отвечать сегодня без разбора на все подряд поэтому кто нарвался тут нарвался первый вопрос посоветуйте самую бюджетную пряжу для новорожденных значит ну если во первых не уточнен сезон да я так понимаю что это какой сезон если это зимний сезон то если уж прям самая бюджетная то наверное я бы остановилась на пихорке детском капризе но здесь есть такой маленький момент я сама с такой ситуации никогда не сталкивалась там но от других блогеров и вязальщи слышала о том что иногда каприз колется я вязала вот несколько кофточек вязала головные уборы детские да в том числе кстати и на деток до полугода когда-то на заказ еще когда вязала и мои заказчики не говорили о том что это колется наоборот были благодарны за то что я посоветовала ну точнее выбрала да для их изделий такую приятную мягкую пряжу она может быть вначале чуть-чуть буквально там колется хотя мне кажется этого я не чувствовала после стирки все очень мягенькая я вязала как в одну ниточку так и в две ниточки да это у нас пихорка детский каприз там состав по моему 50 на 50 уже точно не вспомню микрофибра и якобы мериносовая шерсть хотя знаю кто знает да может быть так и есть и чуть подороже я бы наверное выбрала казал бы биву потому что ну как на мой взгляд он чуть помягче чем alize baby wall но baby вот от alize он чуть пушистее то есть возможно он будет немножко теплее опять же не могу этого утверждать лишь мои размышления мысли до наблюдения вот если говорить о летние пряжа то наверное самая бюджетная будет сейчас я попытаюсь что-нибудь вспомнить на но сложно наверное будет сказать что было прям самая бюджетная что-то нужно смотреть у российских производителей пихорка троицк просто честно вскидку не могу вспомнить что у них там не миксеризованная до из хлопков вот прямо прямо мысли мои куда-то улетучились но вообще на самом деле да если уж выбирать между комфортом и дешевизной то здесь лучше бы найти золотую середину до чтобы и не переплачивать деньги потому что маленькие вещи они очень быстро становятся ненужными да дети обычно растут очень быстро вот макс поносил костюм из мериносовой шерсти от alize буквально наверное месяца три это с учетом того что он был ему ну прям огромный вот а так что ну совсем уж дешевую пряжу брать не стоит конечно если она хорошего качества если вы знаете о ней хорошие отзывы и здесь видите что там какой-то скидки или ну как то так случилось что стоит совсем недорого к то конечно нужно брать но в погоне за дешевизной очень легко купить какую-нибудь фуфел слова не могу себе подобрать но что-то не очень качественное так я для своего ребенка данный момент вот ну зима впереди да конечно у меня есть там пряжи и подороже предоставленные мне различными магазинами пряжи но из бюджетных я буду вязать своему максу изделия из газа baby wool до котором я чуть ранее сказала из alize baby wool потому что я эту пряжу также считаю мягенькой можно еще взять кашмиру но говорить уже о том что на прям бюджетная не стану но все-таки это стопроцентная шерсть да то есть здесь уже будет очень тепло вот а что еще даже если честно я вам мне трудно говорить просто потому что у меня в то время когда родился данила я не вязала для него прямо вот так запойно как-то да чтоб вот честно даже желание не было ничего сказать у него все шапки были покупные тогда и в принципе и пряжа такого ассортимента не было как-то мы вязали из того что есть в магазинах смысле так вот здесь девушка мне кажется это уже не первый раз написала мне такого плана значит вот просто я просила задавать вопросы она мне пишет лучше мх какие чем пустая болтовня знаете она каждому свой контент я вам расскажу что у меня на канале это то что я мне удалось вспомнить пока вот я читала ваш вопрос есть мастер-классы по двум мужским свитером четырем или пяти детским платьем трем взрослым платьем жакету 2 кардигана 2 джемпера топ носки куча варежек шапок снудов салфеточки ну в общем целая кучу мастер-классов я вот знаете заглянула ваш профиль и не увидела там ни одной работы по моему мастер-классу поэтому я не понимаю что вы от меня хотите если вам мои мастер-классы не интересно зачем вы их у меня требуете вот всему свое время это не так легко и не так быстро снять мастер-класс как кажется со стороны до быстренько залить его якобы на канал и а там только готовые пирожки успевают хватать я вообще честно вам скажу я ближайшее время буду пересматривать свое отношение каналу я не хочу не хочу больше снимать бесполезное видео именно уроки да потому что очень многие мастер-классы у меня ну прям вообще оказались невостребованные хотя мне казалось когда я их снимала что прямо они должны сильно выстрелить вот поэтому буду теперь наверное больше делать упор на скажем так то чтобы вещь оказалась запрашиваемой до чем на количество потому что количеством я так понимаю что я просто себя загоняю в какую-то ну не знаю не очень комфортно у меня ситуацию и поэтому в данный момент я решила делать так вам я хочу сказать что вы на сегодняшний день в бане потому что я не люблю такие претензии не к месту так следующий вопрос как вы относитесь к рекламе молодых каналов или молодых каналов я отношусь нейтрально скажем так да то есть ну если вдруг у меня кто-то попросит про рекламировать его канал я соглашусь почему нет но я считаю что это лишь затравочка для развития того канала которые будете рекламировать или я буду рекламировать потому что все равно основная работа основной основной выхлоп да насколько это реклама будет успешным зависит конкретно все равно от блогера который себя просит порекламировать какой бы там молодой канал не был там что-то должно быть потому что я конечно могу упомянуть об этом канале до рассказать что вот есть такой там василий до которого вяжет крючком пройдите и подпишитесь вы зайдете к этому василию посмотрите что он вяжет какую-то ерунду невнятно разговаривает и ничего у него в кадре не видно потому что нет фокуса или там очень темно и что вы разве подпишитесь только потому что я вас об этом попросила конечно же нет поэтому это вполне обычное действие особенно в наше время до рекламы и реклама все равно развитие да то как эта реклама сработает в первую очередь зависит именно от самого блогер поэтому прежде чем обращаться кому-то из более популярных блогеров за рекламой обратите внимание на свой канал ада на то как он у вас наполнен оформлен как вы говорите как вы преподносите все ли у вас порядке со звуком потому что картинка зачастую не так важно как звук да все должно быть хорошо слышно музыка не должна вас перекликивать не должно быть каких-то там непонятных страшных звуков всякое бывает да вот я как-то смотрел одну девушку но уже не смотрю очень давно это было не знаю года может быть полтора назад у нее постоянно на заднем фоне стирала стиральная машинка причем это было настолько слышно что когда включалась центрифуга и начинала отжимать да вот то что там стирается она реально перекрикивала эту девушку блогера то в свою очередь старалась перекричать стиральную машину поэтому я если честно даже только по этой поэтому отписалась потому что но стала уже какой-то степени даже неприятно сначала было смешно потом неприятно поэтому к самой рекламе да если возвращаться именно к вопросу да я отношусь обычно я точно также отношусь допустим к к чему к тому что допустим в магазин когда приходишь на какие-то товары выделены там допустим красной ценой ну на распродаже то есть это имеет место быть вот так его сказала так дальше поехали когда будет обзор на спицы слушайте я уж вы хотела снимать но здесь совсем недавно может быть недельку чуть больше назад я увидела а ну как увидела я давайте так скажу у меня в августе появится на новинка до появится я решила что я не буду сейчас снимать обзор на все свои спицы до рассказывать что куда лучше но по моему конечно же мнение да я дождусь вот эту новинку потому что уверена что вам будет интересно значит у нет про это тот самый производитель от инструментов которого я получаю удовольствие я предпочитаю эти инструменты в своей работе вышли в этом году две новинки одни джинджер по моему называются до дерева а вторые smart smart fix smart fix что-то такое да и вот эти smart fix у меня в августе несколько пар появится да поэтому я хочу уже дождаться этих спиц для того чтобы потом уже отдельно как-то их не выделять плюс вам тоже будет интересно послушать о какой-то новиночке поэтому у меня вроде как более-менее все подготовлено да но я вот каждый раз думаю наверное вот надо еще подождать я что-нибудь допишу туда ну а вот тут такая вот еще новость о том что будем пробовать новинку и буду конечно же с вами делиться если разница в этих спицах потому что когда я показала допустим мужу он сказал такие есть он имел ввиду зинги но на самом деле да они очень похожи скорее всего это просто как какой-то маркетинговый ход но в общем имея инструменты на руках я уже смогу что-то о нем более подробно рассказывать пока чуть-чуть давайте еще подождем так следующий вопрос что является для вас внутренним стержнем который не дает сдаваться я даже не знаю с чего начать страны очень длинная долгая тема я просто в первую очередь хочу жить так как я хочу жить не так как мне командует общество вокруг я не говорил про воспитание про какие-то принципы моральные да то есть конечно же в обществе веду себя достойно и никого не оскорбляя никого не сбиваю соблюдая законы но в целом да то есть мне очень давно я по самых первых дней моей трудовой деятельности когда еще служил работала неофициально да мне уже тогда закрадывались мысли о том что когда я вырасту это я еще была несовершеннолетняя я обязательно сделаю что-то такое чтобы моя жизнь приносила мне столько удовольствия сколько я захочу сейчас я в процессе да и считаю что я на верном пути и в связи с этим да то есть когда видишь какие-то результаты когда видишь перспективы когда видишь свои собственные продвижения пусть даже небольшие все эти моменты они мотивируют они доказывают в очередной раз что ты все делаешь верно и это в свою очередь также мотивирует двигаться дальше да но вот просто сам факт что я у меня есть несколько мечт которая как я считаю дорогостоящие то я хочу путешествовать я не хочу чтобы у меня жизнь моя закончилась на собственном участке где-нибудь там под забором под вишни да хочу увидеть мир хочу смотреть на горы хочу побывать в разных странах встретить новый год где-нибудь не в беларуси да то есть все хочу получить от жизни по полный кайф пусть даже сейчас конечно я уже как будто бы немножко опасно все-таки уже за 30 куда перевалила но я считаю что все еще впереди и думаю что если еще пару лет и смогу я себе позволить осуществление нескольких своих мечт и именно то да что я вижу впереди она не дает мне сдаваться в принципе я считаю себя довольно целеустремленным человеком у меня только в одном вопросе какой-то косяк что-то там не заладилось да но это я постоянно над этим вопросом работаю стараюсь развить силы воли это ну в общем то надеюсь что совсем скоро я и там допись успехов поэтому видение того чего я хочу получить от жизни именно это является моим стержнем так следующий вопрос можете создать для мк для нас дюймовочек размер 66 68 вы знаете я прямо если честно задумалась знаете почему потому что ну вот у меня лэзи топ описан до 56 размера сейчас я пишу платье описываю тоже его до 56 размером я не говорю что мне там как-то ну то есть мне не жалко да но просто физически я пока не успеваю чуть позже когда я все весь процесс налажу я обязательно сделаю большой размерный ряд обязательно я считаю что просто жизненно необходимо для тех дюймовочек как вы сказали да просто сейчас ну вот по времени так получается что я и так 9 размером знаете ли описать тоже не так уж и просто а получается что если добавить вот до 68 то это получается сколько же 6 размеров да меня просто не хватит на все это поэтому мы немножко подождем и может быть где-нибудь какой-нибудь там осени да чуть может быть середины осени я уже я чувствую что я стану чуть посвободнее но мне так кажется я на это по крайней мере надеюсь и тогда уже я смогу полноценно спокойно все это делать расширить размерный ряд и тогда будут и описание на большие размеры единственно что конечно далеко не все потому что есть вещи которые но я считаю что немножко не котируется до для больших размеров вот я даже в 50 размере не все вещи могу представить но это у меня такие взгляды на жизнь да я очень к себе строга одеваюсь скажем так очень скромно чтобы ничего не было нигде видно так еще один вопрос от той же девушки как перестаться как перестать бояться что скажут люди ой нужно просто забыть об их существовании зачем вы не думаете о том что думают и ты эти люди я ну что конечно как я вам сказала в обществе веду себя прилично да то есть я не стану там бросать мусор знаю что сейчас здесь будут играть дети я донесу его до мусорки если он даже если она даже очень далеко но мнение людей по поводу того чем я занимаюсь как я живу что я ем как мы воспитываем свои детей как я выгляжу что я одеваю чем я увлекаюсь меня вообще совершенно не волнует и считаю что и людей не должно это волновать потому что каждый должен смотреть в первую очередь на себя и я если честно в своей жизни не помню за кого времени чтобы когда-то меня волновало как-то сильно чужое мнение до чтобы не выйти там где-то погулять в какой-нибудь там ну не знаю что там могло быть каком-нибудь коротком сарафане ну к примеру да первое что в голову пришло я если чувствую себя в этой вещи комфортно я пойду если не комфортно соответственно я переодеваюсь но переодеваться потому что когда я выйду и мне вслед начнут там бабушки на лавочке куда тогда что-то говорите у меня такого никогда не было просто потому что я выхожу я здрасте сказала и пошла по своим делам и мне вообще плевать просто забудьте об этих людях забудьте о том что они вообще могут что-то ваш адрес думать представьте что это какие-то совершенно отстраненные существа от вас и возможно они даже вас и не видят занята вообще своим делом и это на самом деле самая одна из самых таких главных причин почему люди иногда не могут достичь успеха да они боятся вот ну в моем случае да когда ты уходила с работы я узнаете как я написала у меня заканчивался контракт я написала заявление на увольнение уведомление о продлении я не подписала и все это у меня вот было в тот момент я уже была в отношениях со своим теперешним мужем да и честно скажу я даже с ними не посоветовалась не было у меня такого потому что я сама себе голова я решила что мне так нужно я все взвесила обдумала я считаю что у меня все получится намного лучше поэтому я приняла решение я ухожу да есть я есть моя голова есть моя там логика какая-то интуиция в конце концов где-то иногда срабатывает а вот что думает петель и там зина соседнего подъезда никогда меня не волновало и я помню кстати да эту фразу у меня мама я считаю очень зависимо от чужого мнения я помню я первое время даже не хотела ей говорить о том что я больше не работаю просто потому что не хотелось лишних каких-то разговоров ни о чем потому что я всегда даю понять что если я так решила то это обсуждение не подлежит я ведь со своей жизнью до что-то делаю не с вашей ну то есть не с тем человеком который против и потом когда прошло время и у меня мама узнала о том что я все-таки уволилась даже если честно не помню от кого узнала но знаете у нас тут городишки маленькие сорока на хвосте принесла 1 то пересказала добавила своего и что-то там еще приписала и понеслось дальше и вот у меня мама приходит говорит слушай ты что уволилась или да а сама в этот момент уже думаю чем я буду дальше заниматься какое впереди меня ждет большое будущее и вот первая фраза да то есть человека не интересовало почему это произошло можно что-то на работе у меня случилось может быть я нашла работу более высокоплачиваемого первый вопрос что скажут люди да какая разница что скажет люди у людей есть своя жизнь а пусть они несут ответственность за нее вы в свою очередь пользуйтесь своей жизни чтобы потом ни о чем не пожалеть да потому что очень часто бывает такое что ну молодые люди да в частности боятся где-то себя проявить боятся реализовать какие-то свои задумки идея только потому что боятся окружающего осуждения а об этом нужно думать в самую последнюю очередь вы просто ну знаете да будьте уверены в том что вы делаете что-то достойное в том плане что то что не приносит никому никаких физических увечий до или морального вреда если это дело ваше вы должны это делать обязательно хотя бы просто попробовать и ни в коем случае не думать о том что скажут люди просто забудьте на представьте что вы один на этой планете 1 на этой планете и просто попробуйте вам понравится да а потом уже вы втянетесь и я думаю что тогда уже забудете о бабусях плохо конечно когда родственники не поддерживают но такие ситуации очень часто встречаются я в том числе да и стоит породы скажем так у меня все родственники не понимали куда зачем я иду никто меня никогда не поддерживал кроме мужа меня даже подружка первое время на меня смотрела очень так странно она считала что я допустила ошибку но конечно она меня за это не осуждала но вот родственники мои всегда считали что я придумала какую-то ерунду я думаю что доля доля их и до сих пор считает так вот так что есть вы хорошо когда есть ваша семья ваша поддержка да если они вас поддерживают а все остальное просто ерунда следующий вопрос куда девайте уже ненужные вязаные вещи от малыша на самом деле их не очень-то и много что у нас там пару шапок пару носочков комбинезончик один из мире на royal и все все эти вещи я сложила аккуратненько в коробочку подгузники привозят таких классных коробках плотных и я туда вещи маленькие потихоньку складываю значит складываю никуда никому не отдаю просто потому что но мне не жалко честно скажу совершенно когда данила вырос у меня я раздала почти все осталось у меня дома только самая дорогая одежда это верхняя одежда там пуховики зимние какие-то обувь одежду саму непосредственно я раздала а вот связанием такое у меня ну нежелание может быть конечно с моей стороны это и глупо но я можно сказать оставила все на память хотя бы даже потому что ну вот сейчас допустим когда родился максим мне никто вещей моих не вернул при том даже были вещи конкретно дорогие но и черт с ним и знаете никто не знает что ждет нас впереди да я не могу сказать что я больше никогда не буду хотеть еще там детей на потому что никогда не говори никогда кто знает может быть там лет через пять мы соскучимся по бессонным ночам да и решим родить себе еще одного мальчишку футбольную команду чтобы мама совсем сушла когда с ума сошла когда готовит ужин или там обед и то есть но я решила в этот раз просто все складировать место позволяет доме аккуратненько все перестирываю высушиваю хорошенько да чтоб не было нигде никакой сырости упаковываю по коробочкам и все отправляется на чердак ничего еще никому не отдавала и не выбрасывала и не собираюсь так следующий вопрос где взять такое зарядное устройство как у тебя чтобы все за тобой успевать я не знаю я честно скажу что я не считаю что я много успеваю мне кажется что я могла бы успевать намного больше но вот почему-то почему-то не успеваю ну наверное я просто в какой-то степени тоже лениво да не могу сказать что я прям такая работница обалденная тоже умею лениться я тоже с удовольствием проспала наверно несколько лишних часов но не потому что они мне нужны для того чтобы работали мозги а просто знаете поваляться вот беззаботно так поваляться но проблема в том что не умея беззаботно у меня постоянно всякие мысли о том что надо там то то сделать надо это сделать поэтому пока не знаю чем я питаюсь ну в плане конечно где я беру энергии ну вот хотелось бы еще так следующий вопрос когда будет описание на платье в данный момент тестовая группа тестирует взрослое платье основную часть я в данный момент пишу описываю реглан к этим моделькам да то есть но не знаю сколько там времени пройдет когда это все закончил нашли девочкам чтобы они могли завершить работу ну я думаю что знаете как 21 точнее к двадцатому там вроде было мы уже по-любому не успеваем поэтому ориентируйтесь где-то на может быть 26 27 июля мне бы так этого хотелось но все будет зависеть от того насколько быстро свяжут девочки вот я дам о себе знать да не переживайте я обязательно создам поздно где покажу и платья готовая буквально на днях и потом естественно покажу вам платье уже где-нибудь поинтереснее сфотографировано для того чтобы превью моего описания очередного было манящим вот так что чуть-чуть немножко осталось подождать детское платье у меня тоже в процессе не там немножко и нахимичила ну не в плохом смысле в хорошем до совершенства модель чтобы подходила для любого возраста потому что с объемом груди и возрастом если учитывать того то что переведено в табличке в интернете да все это конечно полная ерунда и зачастую не соответствует действительности так и последний вопрос из того что здесь есть пока что нам видела у вас в кадре народ flowers что планируете вязать из нее у меня от flowers а две упаковочки то есть по пол килограмма и это будут скорее всего пока в моих задумках это будет платье одно платье будет связано крючком 2 платье будет связано спицами вот но пряжа не самая так сказать легкая поэтому когда я стану чуть посвободнее и смогу выделить время на эти платья хотя эти платья у меня в этом-то году как был список моих работ и не входит поэтому даже не знаю что вам ответить но всему свое время я считаю вот так ну что это были все вопросы давайте я в двух словах что-то хотела еще рассказать из попробую вспомнить хотела вас вот что спросить поскольку все равно уже не за горами да как быстро летит время к сожалению сейчас замечается все сильнее совсем не с горами у нас уже если честно и осень да и зима поэтому мне очень интересно послушать ваше мнение насчет мастер-классов по детским вещам если у вас какие то есть задумки да допустим но не конкретно там какая-то определенная модель а например нужны шапки нужны кардиганы какие-то штанишки обязательно мне пишите об этом в комментариях я пройдусь на или по прошлых а вот из модератора чтобы выбрали наиболее частые ответы на вопросы для того чтобы я могла для вас поснимать какие-то хорошие полезные мастер-классы в августе уже на пороге осени и так наверное будет и мне хорошо да потому что я буду знать что вам это более необходимо чем то что я задумала и вам хорошо да вы получите в итоге мастер класс по той вещичке которую сами заказывали так ну давайте еще раз мы проверим больше ничего не появилось поэтому на сегодня у меня все если есть какие то вопросы обязательно пишите мне где-то в любом мессенджере да в следующем видео я отвечу на эти вопросы а пока у меня все спасибо вам большое за просмотр увидимся в следующих видео и пока пока